19 декабря в Донецкой государственной академической филармонии состоялся патриотический моноспектакль под названием «Память, память, ты же можешь, ты должна». Свой рассказ народный артист России Александр Ермаков посвятил мужеству солдат в период военных конфликтов. В нем рассказывается о героизме и отваге разных поколений русских людей, важные ответственные моменты новейшей истории России. По словам артистов, в конву спектакля вошли события Великой Отечественной войны, мужества воинов-афганцев, трагедия с захватом террористами школы Беслана, героизм военнослужащих в Чечне, а также отвага защитников и мирных жителей Донбасса. «Мы этого забывать не должны. Мы на этих примерах должны растить нашу молодежь, потому что наша молодежь – это будущее нашей страны, нашего народа, нашей земли. И какая она будет, на каких примерах, она будет взрастать. Так мы будем жить в будущем. Как можно было снести наших настоящих дедово-отцов, героев, которые защищали землю нашего, плечом к плечу, евреи, русские, украинцы, и поставить на пьедестал Степана Бандерова? Ну, это же бред. И, соответственно, что получилось? Началась гражданская война. Если Степан Бандерова уничтожал своих же соотечественников, вот оно пришло то же самое здесь. То есть, кто в примере, кто стоит на пьедестале, такова и жизнь. Поэтому мы не имеем права этого забывать». Уже более 40 лет Александр Ермаков выступает на сцене и в кино. За свою творческую карьеру, которую начал с Горьковского театра комедии, сыграл более полусотни ролей. В широкой аудитории он стал известен по картинам «Белый тигр», «След», «Глухарь», «Русский крест» и множеству других фильмов и сериалов. Но сегодня для донецкого зрителя он раскрылся по-новому, затронув струны души каждого присутствующего в зале. «Дед, это я виноват. Это моя вина. Был на 9 мая только глоток вина. Вечно спешил куда-то, ехал на шашлыки. Дед, мы войну забыли. Жили как дураки. Дед, это я виноват и некого обличать. Я про фашизм забыл. Дед, это я виноват. Не закрывал дверей тем, кто травил в Украине байки про Москве. Морщился, но молчал. Я не звенел в напад. Каждому не кричал, что славянин мне прав. Дед, я к тебе запрощил. Знаю, ты в небесах. Жив буду. В день победы встал. Встал в молитве, в слезах. Детям своим не устану. Правды слова нести. Против фашизма встал я. Дед, если что, прости». В этот вечер со сцены прозвучали не только стихи, но и строки из сталинградского дневника немецкого солдата Эри Хаотта, а также собственные рассказы Александра Ермакова о военных событиях на русской земле. Выступление сопровождалось видеорядом. На большом экране друг друга сменяли кадры хроники военных действий, усиливая слова артиста. «Спектакль интересный, патриотического направления. Александр хорошо знает, что такое война. И именно через драматический моноспектакль он передает трагедию и Чеченской войны, и войны в Афганистане. И, конечно, переосмысливает войну в Донецкой Народной Республике, которая творится на территории бывшей Украины, скажем так. Зрители в этой камерной доброй обстановке как раз спектакль такого направления принимают и воспринимают должным образом». Сотрудничество российского артиста с культурными учреждениями нашей республики только началось. А это значит, что в дальнейшем Александр Ермаков, возможно, посетит Донецк уже с новой программой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!